Здравствуйте, друзья! Сегодня я решил сделать шестой урок по Ардуино. Этот урок будет посвящен у нас вот такому датчику. Это у нас датчик звука. Его особенности. Ну, в принципе, какие могут быть у датчика звука особенности? Он просто вылавливает звук. Тут микрофончик стоит, стоит резистор подстроечный для калибровки чувствительности микрофона. Ну и, что еще у нас тут? И четыре выхода. Есть еще датчики звука с тремя выходами. То есть тут есть плюс, минус, аналоговый вход и диджитал вход. Цифровой. Мы в данном уроке будем использовать аналоговый вход. Для чего этот датчик можно использовать? Ну, для записи звука не знаю. Наверняка, может быть, и можно. Если покопаться. Не знаю. Вот. Я его заказывал по-другому. Для другой причины. По другой причине. Вот. Он мне нужен... Ну, смотрите. На него можно завязать, допустим, охранку. То есть, если где-то какой-то звук посторонний, да, будет у нас срабатывать, к примеру, там... там, я не знаю, свет будет включаться. Или там смс-ка будет отправляться нам, да? Да. Насчет света можно так же настроить по хлопку. Допустим, он у нас будет включать свет. Там два хлопка включил свет, два хлопка выключил свет. Вот. В принципе, очень удобно. Для умного дома самое оно. Вот. Ну, про него больше мне, в принципе, нечего рассказать, да? Давайте его подключим. Значит, как мы его будем подключать? Вот у нас ардуинка. Так. Значит, смотрите. Вот три контакта я уже приготовил. Вот так вот мы вставляем нашу... Так, сейчас... Возьмем. Вставляем наш микрофон в макетную плату. И получается у нас самый левый. Это у нас аналоговый вход, потом идет минус, потом плюс. Вот у нас и провод. Красный провод плюс, я подключаю к 5 вольтам Ардуина. Минус черный провод я, естественно, к минусу подключаю. Вот. А аналоговый вход я буду подключать на А0. Вот. Ну что ж. Давайте посмотрим, если мы включим Ардуин, что из этого получено. Вот смотрите. У нее есть два диода у датчика. Вот. В данном случае горит один, то есть питание. Как только подается звук какой-нибудь, ну, допустим, я пальцем ударяю по микрофону, у нас загорается еще один диод. Вот. То есть, таким образом у нас улавливает сигнал. Вот. Этот как бы индикатор и служит для того, чтобы как бы отсеивать посторонние слабые шумы. Вот я разговариваю, он не слышно. Или громкий, да, который у нас как бы улавливает уже микрофон. Вот. Значит, что еще? Чтобы он так делал, надо откалибровать регистром наш микрофончик. Вот. То есть, на значении, изначально, когда он мне пришел, горело сразу два диода. То есть, То есть, видимо, он улавливал все абсолютно. Да, ноутбук работает, еще что-то, он вечно у меня горел. Вот. Так что, я его отверточкой подубавил, да, диод только погас. Ну, я на грани сделал так, что он вроде бы не горит, но при малейшем таком звуке он у нас загорается. Вот. Ну что ж, давайте перейдем, наверное, на компьютер. Я вам еще схематическую схему покажу. Вот. И заодно покажу скетч, расскажу, что в этом скетче за что отвечает, для чего и так далее. Так, ну что ж, друзья, вот мы перешли на компьютер. Вот я открыл вам схему. То есть, видите, да, вот у нас наш датчик звука. Вот у него земля подключена к земле на ардуинке. Питание у нас подключено к 5 вольтам. Вот. Ну и out это у нас к A0 подключен, то есть именно дата кабель, как бы сказать. Вот. Ну, что ж, давайте непосредственно к скетчу перейдем. Вот. Но он, в принципе, довольно-таки простой. Там ничего особенного нету. Вот. Значит, что у нас тут объявляем переменную вал. Вот. Переходим в void setup. Вот. Пишем, что serial port у нас будет, монитор порта у нас будет на скорости 9600. Вот. Потом заходим в void loop. Тут прописываем. Присваиваем переменный аналог, аналоговый пин A0. То есть вот у нас получается переменный вал, аналог read, это у нас как раз аналоговый. Вот. И ноль. То есть нулевой будет у нас аналоговый пин. Вот. Значит, выводим информацию в монитор порта. У нас будет наше значение переменной вот в десятичном системе. Вот. Ну и с задержкой 5 миллисекунд. То есть это полсекунды. Вот. Ну что ж. Давайте запустим скетч. Загрузим его. Сейчас он мне выдаст наверное ошибку, потому что у меня андуина нано стоит. Вот. А должно быть уно. Ну, почему-то ошибку не выдал. Не знаю почему, странно очень. Вот. Ну да ладно. Так. Так. Ну, все-таки пришлось мне на ардуино уно поменять. Если кто не помнит, мы меняем в инструментов плата ардуино. Выбираем ардуин, какая у нас уно, нано и так далее. Кумпорт обязательно должен стоять. Вот. Все. Мы скетч загрузили и вот что мы видим. У нас пошли определенные значения. То есть 553, вот. да. Смотрите, диод у нас начинает гореть на датчике со значения 515. То есть ниже 515, то есть 512, 11, 400, 300, 100, у нас диод начинает загораться. Выше он не реагирует. То есть следовательно подстроечным резистором вот этим вот мы как раз и регулируем, чтобы у нас на этой частоте примерно он начинал реагировать. Вот. Ну что ж, вот смотрите, я прикладываю палец и ничего не происходит. Так, ну давайте я подую. Вот видите у нас значения сейчас вот упали когда я дул на 157 вот на 127 то есть мы что делаем как бы когда дуем когда шум слишком высокий на датчик поступает у нас значение уменьшается. Вот. И следовательно диод начинает гореть. Если хотим допустим завязать это все на хлопок то нам нужно откалибровать так наш датчик чтобы мы при хлопке видели определенное количество вот ну там плюс-минус может быть 100 там допустим 150 там 250 при хлопке происходит и в скетч это все сделать записать и с того момента будет там свет зажигаться но в дальнейшем уроке у меня будет этот как бы будет тема на это вот я обязательно сделаю вот чтобы по хлопку у нас свет реагировал вот ну что ж а в плане как бы урока нашего этого вполне достаточно так ну что ж друзья кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будет много всего еще интересного всем удачи добра позитива хорошего настроения пока 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 Продолжение следует...